Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, очень нужна помощь, сможем развелись. Если общий ребёнок год и 10 месяцев, после того как ребёнок побудет у бабки и бабушки, приезжает домой, наш кодит где-то, начинает ругать, а он начал прятать голову, скажите, его там бьют, или ребёнок как-то сам придумывает это действие, по словам его отца, а та сторона полностью опровергает мои догадки, если это так, как можно это как-то доказать. Ну, во-первых, пожалуй, с доказательством, это, наверное, больше в разделе юриспруденции, да, потому что всё-таки психологи доказательством чего-либо, каких-то фактов не занимаются, всё достаточно здесь объективно. Второе, ну, имеют место развод, дети тяжело переживают развод, особенно если с ним место не проговаривают, вот, если их не поддерживают, то не всегда возможно, потому что сами родители часто достаточно тяжело это переживают, и не до детей, вот, а с детьми об этом не говорят, не делятся своими чувствами, переживаниями, которые, опять же, в любом случае всегда есть и будут, это нормально, вот, поэтому первый вопрос, как ребёнок это прои..." ett... ...пережил развод". Второе! эээ... значит... вы его ругаете, и... прятать в голову это нормально защитная реакция. ТО, что я вижу, это то, что и оan реагирует на то, как вы его ругаете, на то, что вы его ругаете, а не то, что он там где-то и т.д. Вот. То есть почему-то вы не видите связи его действий со своим поведением. Вы видите связь его действий с тем, как он проводит время с папой и бабочкой. И может быть ему у папы и у бабочки спокоен, а вы из-за того, что начинаете его ругать, ему неспокойно. И из-за резкой смены атмосферы он и прячет голову. Мне кажется, что ругать ребенка не самый лучший способ показать, что вам не нравится то, что он что-то сделал. Необходимо учиться устраивать конструктивную коммуникацию с своим ребенком. Поэтому этот вопрос главный, что вы чувствуете, когда он что-то делает. Чем вызвана ваша ругань? Возможно гневом на мужа, возможно что-то еще. Возможно ваша какая-то неудовлетворенность, ваша тревожность, ваш страх, напряжение. Я бы с этим в первую очередь поработал, а не с тем, там, придумал он сам это действие или его бьют. Именно с тем, что вы его ругаете, это не вызывает доверия, даже если с бабочкой и папой с ним что-то происходит. Понимаете? То есть ключевой момент, то, что ваш способ коммуницировать с ребенком, когда он не оправдывает ваши ожидания, это его ругать. А это очень деструктивно и драматично для ребенка. Вот. Поэтому мне кажется, Анастасия, что вы движетесь немножко, немножко не в том направлении. Мне кажется, что вам бы двигаться немножко в другом направлении. Больше внимания обращать на себя. Больше разбираться именно в себе. Вот. Потому что за руку не может прятаться гнев, может прятаться вина, может прятаться стыд, может прятаться ярость. Это не одно и то же, что и гнев, это разные чувства. Поэтому нужно разбираться. И когда коммуникация конструктивная будет налажена, тогда уже можно будет, в принципе, говорить о том, что происходит. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью по проживанию развода, адаптации к жизни после развода и установлению коммуникации с ребенком.